Футбол в Самаре Футбол в Самаре больше, чем футбол В этом матче дебютировал новый футболист, защитник, бразильский защитник Бруно Мартинс Телеш. Или Телес все-таки правильно, как меня здесь поправляют, потому что бразильский португальский, это не португальский португальский. И у нас здесь на южной трибуне Бруно Телес и переводчик команды Крылья Советов Алексей Везеров. Встречаем! Бруно, добрый вечер. От болельщиков Крылья Советов Южная Трибуна, такой шарф Крылья Советов Южная Трибуна. У Алексея у нас, ну, ряд многих таких шарфов. У меня есть Крылья, Самара. Спасибо. Журналы «Самарские судьбы» с фильмами о выдающихся самарцах Алексею и Бруно. Алексею, потому что он читает, у него есть, по-моему, один том такой, это другой том. «Самарские судьбы» о выдающихся наших деятелях исторических, политических, художественных. И Бруно, пока он плохо еще знает русский-русский, он знает только бразильский-португальский, вот от болельщиков, в частности от Сергея, вот вам такая кружка. Исключительно для чая и сока. Спасибо. Бруно, присаживайтесь, Алексей, присаживайтесь. Бруно Телес и Алексей Везеров. Первый вопрос. Как вам дебютный матч, вот такой, да, когда Крылья то вели, то проигрывали, на последних секундах вырвали победу? Город Саранск, искусственный газон. Какие впечатления? Я думаю, что самое важное это было. Победа, которую мы достигли. Ну, для меня всегда сложно играть на синтетическом поле, для меня это вообще был первый раз. Но я чувствую себя хорошо в течение игры, я чувствовал себя хорошо в составе нашей команды. Это реально была очень волнующая игра, результат которой решился буквально в последние минуты. И, как я говорил, это было эмоционально. Я думаю, что все, кто assistил, понравилось. Принципалmente, кто-то в Крылья, кто-то вышел с победой. Я думаю, что это было очень интересно. И этот матч был очень волнующий не только для нас, а для тех многих болельщиков, которые нас смотрели. У меня такое впечатление создалось. Ну, главное, что мы, конечно, выиграли. И мы счастливы этим. Бруно Телес счастлив от победы Крылья Совета в Саранске. А мы смотрим, как это было. Потому что матч, да, Валидольный Кроволол или Кровольный Валидол. Смотрим. Саранск, Мордовия, Крылья Советов. Да, вот Петр Немов, да, на пятой минуте уже бьет под перекладину. Мальчик по фамилии, с грозной фамилией Абакумов отбивает этот мяч. Да, вот смотрим. Сибальяс. Бруно делает навес. Продавливает. Кто это был? Это был Корнеленко, да. И вот еще один удар в исполнении Бруно. Еще один удар. И вот Япуриана делает счет 1-0. Бруно, очень здорово начали, да, переигрывали полностью. Казалось, что сейчас Мордовия посыпется, будет крупный счет. Что случилось после вот этого забитого мяча? Я думаю, что первую всю часть матча мы доминировали на поле. И у них очень единственная, пожалуй, была такая реальная возможность забить это, когда было стандартное положение, которое они, кстати, очень хорошо выполнили. И потом мы получили пенальти, который сейчас происходит. Потом вот у нас был пенальти. Да, вот этот пенальти Антон Бобер, я не знаю, знает ли Бруно, что Антон Бобер 12 сезонов играл в крыльях, рекордсмен по матчам за крылья. То есть почти фактически родной человек вот так вот обошелся своей командой. Ну да, мне после игры комментировали ребята то, что он долгое время играл в крыльях. И вот мы смотрим великолепный пас грудью Кабальера. И Петр Немов после длительного перерыва забивает. И вот Григорян. Да, и опять Кабальера. Ошибка защитника. Там полузащитник отдал назад. И мы смотрим Кабальера и Роман Григорян. Как угодно можно относиться к Роману Григоряну. Да, есть у него критики, что как-то не так он неправильно играет. Но очевидно одно. Когда появляется Григорян со своей неправильной игрой, сразу обостряется игра, на нем фалят, возникают опасные моменты. Поэтому пусть играет неправильно. Да, но приносит опасные моменты. Вот такой матч. Бруно, присутствие болельщиков самарских вы чувствовали? Да, и даже по телевидению было слышно, что они перекрикивают саранский стадион. Ну конечно, мы очень хорошо слышали на матче, как кричали болельщики в большом количестве, самарские. И я был удивлен, поскольку это был мой первый матч. Да, еще и не дома. Я видел такое большое количество самарцев. И я очень был счастлив узнать, что болельщики нас сопровождают в разные места. Бразилия моя любимая детская страна. От Леонидоса до военного кумира бразильского футбола. Вава, Дида, Горинча. Поэтому, когда один раз посмотришь и запоминаешь, Бруно родился в городе Альмарада. Начинал играть в знаменитой команде Гремио. Бруно, вот Витория не самый сильный клуб. Почему вы не заиграли в Гремио? Мечтаете ли вы еще там заиграть? Ну, я начал карьеру в Гремио. Играл в основной команде. Потом меня выбило несколько повреждений колена. Я думаю, что из-за этого я потерял мое место в Гремио. Я поехал, потом перешел в другие команды. Потом появилась возможность играть в Виторию, в Португалии. Где я смог восстановить свою уверенность в себе и показать хороший футбол. Бруно, Витория, вот можно сравнивать с крыльями? В игровом смысле, крылья это шаг вперед для вас или просто шаг на восток? Нет, это шаг вперед. Я приехал сюда, зная то, что это будет шаг вперед в моей карьере. Но мне хотелось бы, конечно, признаться, что я клуб до того, до кого, пока я не приехал, я особо не знал, но так как не знал и Викторию, пока туда не приехал. Но после того, как мне сказали об интересе во мне крыльев, я достаточно много искал по интернату информацию, по телевидению, что можно собрать о Самаре, о Самарском клубе. И я приехал сюда с большим желанием играть в крылья. Бруно, а слышали вы такие бразильские имена, как Анжела, Гауша, Жозе Иванильду, Соуза, Мойзос, который потом в Португалии играл, Самарони. Это все игроки крылья Советов, поэтому вы очередной бразилец. Вы чувствуете, что вы должны не уронить высокое знамя бразильского футбола в Самаре? Я постараюсь приложить все свои усилия и оставить здесь о себе хорошее впечатление. Я передаю микрофон южной трибуне, Александр Чернышев. Касаемо игры, в общем-то, победа была очень нужна, она состоялась, про это много говорили. Я немножко добавить то, что около футбольных пару моментов. Вот болельщики просили передать благодарность Ивану Таранову, предыдущему капитану, но он так капитаном дух этот несет, помог с выездом, то есть материально. Огромное спасибо Ивану. Негативный момент состоит в том, что произошел очередной инцидент, мягко сказать. Первый раз в Ростове болельщиков самарских избили, сейчас их всего лишь облили в холодную погоду, ну в прохладную погоду водой, так в кавычках всего лишь. И опять клуб как-то не особо реагирует, как-то со снисхождением к этому относится. Надо как-то вот что-то проявлять и защищать. Потому что если кто-то проявил там какие-то противоправные действия, значит противоправные действия должны применяться конкретным человекам, но не массово там наказывать. Противоправные действия не должны применяться, должны быть противоправные действия. 90-х годов поливать людей из бронзбойда, это вообще некрасиво, неприятно. Давайте поставим точку, я скажу, что идет проверка, и действия были признаны неадекватными, и в том числе принимающей стороной этого майора МЧС, проверяют, прошла информация, что его даже уволят. А просто хочется сказать, те, кто недостойно себя ведет из числа болельщиков, должны получить наказание, но таких было, я не знаю, 7 человек, а блили водой 700. Это называется именно неадекватной реакцией, когда полиция действует в этом смысле так же неправомерно, как действуют хулиганы. Это первое. Второе, молчание клуба, это позиция согласительства, что ли, так и надо делать с болельщиком на выездных матчах? У меня вот это вот непонятно, такое вот отношение. Нашего гостя хотел бы спросить, у нас вот в футбол, игроки приходят часто, как-то по системе растут футбол через систему школы, через детский футбол, там, юношский, как-то более систематизированный развит футбол. Вот интересно, в Бразилии, как вот люди в большой футбол приходят? Ваш путь? Ну, в Бразилии, маленькие дети уже начинают играть на улицах между собой, соседи. Большинство хороших игроков в Бразилии идут из очень бедных семей, которые играли на земле, на обычной. Ну, потом переходят в школу, в футбольную школу, конечно. Проходят через футбольную школу. Ну, я вот тоже был таким же, то что я начал играть на улице, на земле, на самой обычной, с нескольких месяцев, с пяти месяцев, ну и потом пошел. Родился смешником, после этого был. Я сюда из одной семьи у шутболистов, которые не сделали много успеха, а играли только в регионском футболе. В моей семье были футболисты, которые играли, ну, не очень успешно, они играли в региональном, на региональном уровне. И, вот, с очень малого возраста, я всегда хотел играть в футбол, на меня оказывало вот это какое-то влияние. Я думаю, что это с кровью переходит. А вот в тяге и в любви к футболу? И обычно, как я уже сказал, между друзьями играем, и там уже начинают тренироваться и лучше использовать качество детей. Это с помощью школы и государства, это очень выше, чем мы ждем. Ну, от школы и от правительства намного меньше влияния оказывается вообще, какой-то поддержки, чем хотелось бы. Ну, я не могу не задать проклятый роковой вопрос российских болельщиков. Это в ответ на когда-то сказанные слова Пеле, поэтому я Бруно сейчас, как представитель Бразилии, задам этот жестокий роковой вопрос. Бруно, так сборная Бразилии ближе к победе в чемпионате мира по хоккею или сборная России в чемпионате мира по футболу? Ну, не знаю, может быть российская футбольная сборная, потому что в Бразилии хоккей не существует. И экиппа Руссия имеет очень хорошую команду, и у них есть очень большие возможности, чтобы выиграть. То есть мы все-таки ближе в этом, да, чем в Бразилии? Максим? Бруно, я хотел вас спросить, вы играли в Бразилии, в Португалии, вот теперь приехали в Россию играть. Понятно, что вы мало еще играете, но вот что общего в российском чемпионате с португальским? Какие различия? И вот тот футбол, который вы играли в Виктории, он похож тем футболом, который проповедует Кобелев, такой вот атакующий? Или все-таки вам непривычно вот играть в такой футбол? Я бы сказал, что русский футбол больше похож на бразильский футбол. Потому что есть игроки с хорошими, с достаточно хорошими техническими качествами. И если у них pouco espaço, они могут как-то выровнять матч в очень короткий срок. В Португалии футбол более быстрый, более позиционный. Но я думаю, что здесь будет футбол более офенсивный. Но я думаю, что здесь более наступательный футбол. Да, бразильский футбол подарил, а сейчас дарит и едва ли защитников не более интересных, чем нападающих. Это удивительно. Вот, Бруно, какой тип защитника бразильского вам ближе? Карлос, Кафу, Майкон. Кто-то еще? Майкон, Кафу, Карлос. Мой идол, как всегда, скажем так, был Роберто Карлосом. Он играл на моей позиции. На моей опинии, был лучший левый защитник, который когда-либо был в Бразилии. К сожалению, он недавно закончил играть. Мне было бы очень приятно поиграть против него. Ну, на предматчевой разминке, Анжи, сюда приедут, да, можно будет поиграть. Они уже были. Куда поедут? Туда, ну там, в Махачкаре, да. Сергей. Бруно, вы две недели уже находитесь в команде, тренировались. Как вам партнеры? Ну, команда молодая. Видите ли вы перспективы ее роста? И, наверное, такой вопрос, вот, скажем так, по игре еще. Когда нам забивали первый гол, было удивительно. Стенка взяла и разошлась. Просто Веремко расстреливали, ну, без сопротивления. Просто его убили и все там. У вратаря шансов практически нет. Нет, для тех, кто не смотрел матч, с Веремко ничего не случилось, даже царапин нет, он жив и здоров. Это ошибка защитников. Что произошло? Почему такое было? Сначала на первый вопрос отвечу. То, что в крыле я чувствую себя по-настоящему хорошо. Ну, и, по возможности, меня товарищи очень хорошо, товарищи по команде очень хорошо принимают. Ну, ясно, то, что пока что моя сложность это язык, но мы постепенно начинаем понимать друг друга. А вот по поводу гола, я с этого угла не видел? Которым вы говорите, то, что разошлись, я пока еще не видел по телевизору? Я могу сказать единственное, то, что наш противник очень хорошо выполнил удар. Ну, и в тот момент, когда мы не ожидали этого. Это был Осипов, да, потом он нанес еще один. Сначала показалось, что это случайно, но когда он 40 метров в девятку добил. Бруно, я знаю, что после матча, во вторник, да, вы все поехали, там, часть команды поехала на прогулку по Волге. Вы, вот Самара, вам нравится больше вот с Волги на теплоходе или изнутри? Вот как вам Самара и странная наша необычная природа? Ну, когда я получил предложение из Крыльев, я, естественно, искал очень много информации в интернете. Ну, видел, то, что есть эта достаточно красивая река. И мне очень понравилась вчерашняя прогулка, поскольку эта прогулка дала мне возможность посмотреть Самару с другой точки зрения. По-настоящему красивый город. Максим. Вот у меня еще такой вопрос. В Бразилии все футболисты, ну, большинство атакующие, да? А вы защитник. Как так получилось, что вы стали защитником? И все-таки вам где больше удобнее играть? В защите или все-таки ближе к атаке? Ну, естественно, что в Бразилии почти... И все, когда они дети, они хотят быть нападающими, хотят забивать голы. Ну, а со временем, конечно, тренеры смотрят, какая позиция больше подойдет определенному игроку. И однажды тренер, когда мне было 15 лет, поставил меня на эту позицию, которая мне понравилась. Я также увидел то, что здесь было меньше конкуренции, и то есть у меня было больше шансов стать профессионалом. Бруно, но тем не менее, даже защитники бразильские много забивают, и Роберто Карлос много забивал, и Алвес из Барселоны много забивает. И бразильский вратарь, который вообще забил карьеру 158 мячей Сенна, по-моему, ждать нам стоит, и здесь у вас были шансы. Знаете, что мы ждем от вас голов, и готовы ли порадовать болельщиков атакующими действиями? Мы ждем от вас болельщиков, и если вы можете угрожать нашу команду, как и свои атакующие. Конечно, конечно. В прошлом году я в моей команде забил 4 гола в Португалии. И вчера почти мне удалось забить, но вратарю повезло больше. Но я все-таки понимаю, что первое, что я должен делать на своей позиции, это защищать хорошо. Но когда у вас есть возможность идти к атаку и пытаться сделать гол. Ну, когда есть возможность атаковать, то, конечно, я буду стараться забивать тоже. Ну, одно могу сказать. Конечно, Мордовия не Малага, но Бруно гораздо сильнее смотрелся, чем воспитанник самарского футбола Анюков в зените против Малаги. Поэтому... А у нас, да, вот сейчас с микрофоном легендарный форвард Крыльев. Конца 60-х, всех 70-х Анатолий Фетисов. Мне всегда было интересно, всегда говорили, что это кудесники мяча. За счет чего? Природа ли? Погодные условия, массовость, тренера хорошие. За счет чего вот это все? У бразильцев. Я думаю, что все это идет от того, что когда начинаешь, как я уже говорил, начинаешь играть на улице, над тобой не висит груз ответственности какие-то, не висит чего-то другого. И стараешься сделать футбол более красивым. И тогда, понимаете, для нас было важно не так забить гол, как обвести противника. Вот беда нашего сейчас детского футбола, когда медальки надо завоевывать. А вот Фетисов был тем самым человеком, который обводил уже ради самоудовольствия такого, да? Весь стадион кричал, Фетис, отдай мяч, а он обводил. Такой был самарский бразилец. Бруно, вот я и последний вопрос хотел задать. Все-таки что стало решающим фактом при переходе в крылья советов? Почему выбрали именно вот нашу команду? Как я уже сказал, после того, как я узнал об интересе ко мне крыльев, я в интернете очень много смотрел, чтобы узнать побольше о крыльях. Прокурил информацию также от моих друзей, которые здесь играют, например, в Эллингтон. Адилсон в Тереке, Карлос Эдуардо из Рубин-Казань. И они мне все говорили очень хорошо о России. И хотелось бы также принять этот вызов, играть в другой, более сильной лиге. Ну и еще, как я уже говорил, поскольку это шаг вперед в моей карьере. Это шаг вперед, очень серьезный, сильный, тяжелый. Я приглашаю всех на этот матч. Я думаю, что на матч с «Зенитом», который три матча подряд проигрывает, а мы прервали эту серию, придет много самарских болельщиков. И вот у нас здесь дети, да, вот. И я хочу, братья, быстренько, ваш прогноз на матч, крылья, это «Зенит». 2-1, крылья. 3-1. 4-1 выиграет. Да вот такие утопические прогнозы, а вдруг, а вдруг, ведь известно, что устами младенца. Матч будет тяжелый, мне очень хочется, чтобы была игра красивая, и чтобы мы увидели в этом матче бразильские голы. Не в исполнении Халка, Халка на Халка рифмуется, да, а в исполнении Бруно Телеса. До встречи на стадионе. АПЛОДИСМЕНТЫ